Добрый день, дорогие подписчики мои, те, кто меня смотрит из Казахстана и из других стран. Очень много мне задают вопросов, какое я имею право обсуждать Димаша, Тимура Бекмамбетова и так далее. Ребята, я такое имею право, что я написал книгу об этом, откуда берутся гении. Я, наверное, единственный человек в мире, который полностью исследовал этот вопрос досконально и аргументировал на 500 страницах свои аргументы. Значит, книга моя скоро появится в продаже, я ее издал в Липецке, но, к сожалению, 500 экземпляров, на которые у меня хватило денег, я их просто раздарил друзьям, знакомым и так далее. Просто распространял свои знания, сел доброе, вечное, светлое среди людей, чтобы люди знали, чтобы люди понимали. То есть я уйду из этого мира, но останутся мои 4 книги, пока 4, вот пятую пишу там, и шестую тоже. Они в библиотеках есть, в центральных 16 библиотеках крупнейших. То есть, чтобы издать книжку, нужно получить официальное подтверждение с книжной палаты, получить коды, штрих-коды и так далее. И обязательно условия 16 экземпляров ты должен послать в Москву, и они распределяют под центральным библиотеком. И один экземпляр в библиотеке Конгресса США, где обязательно любое издание, то есть все знания человечества, они представлены в библиотеке Конгресса США. Поэтому, когда мне говорят, что я некомпетентный, я ничего не знаю, ничего не понимаю, что я дурак, что я тупой, что я хайпую, что я там... Понимаете, раньше я хиповал в детстве, в 70-х, а теперь я хайпую. Вот как изменился мир. Поэтому ждите мою книгу, она сейчас будет в электронном виде. Сейчас просто у меня новый компьютер, мне надо перезагрузить программу, установить текстовый, так сказать, редактор. Стоить она будет 99 рублей. Любой желающий, даже тот, который меня ненавидит, я ему с удовольствием отправлю свою книжку, чтобы он просто почитал. Там очень много моментов таких, например, как назвать ребенка, как влияет имя на черный характер, как влияет фамилия, как влияет изменение имени и фамилии, как влияет отча мачеха. Вот такие моменты. Там приведены таблицы, списки. Я эту книгу еще буду редактировать, допустим, потому что она написана была 10 лет назад. Сейчас уже очень много информации появилось. Тогда у меня практически не было интернета, я из библиотеки все писал. Там и примеры из спорта, и из политики, и из искусства, и из кино, и из литературы. Но я просто приведу вам один пример. Смотрите, Пушкин, это национальный поэт России, у которого прадед, не дед, а прадед был негром. То есть вот это самое доказательное теории, самое что иное есть. Но во Франции Александр Дюма, у него ведь тоже, или дед, или бабка, я сейчас не помню, но в книге это написано, тоже негр, понимаете? И так далее. Или вот еще такой пример. Вот самые выдающиеся правители, например, Сталин, Наполеон и Гитлер. Вот что их обвиняет? А то, что они возглавили страны, в которых они не родились. Сталин родился в Грузии, Наполеон был не французом, а корсиканцем, родился на Корсике. И Гитлер родился в Австрии. Вот и все. И дальше уже я с детства начал думать, почему это так происходит. И всю жизнь я собирал материал. И в общем, к 44 годам у меня вышла книжка. К моим 44 годам. Эту тему пытался развивать и Михаил Зощенко. Его книга называлась почему-то «Голубая книга». Он просто всех гениев заглавал под такую теорию, что они умирают в 43 года. Ну а что это доказывает? А вот Давид Тухманов, например, гениальный композитор. А ему сейчас уже... Он 40-го года рождения, 79 лет. А под мою теорию он попадает почему? Потому что у него отец Арменин, а мать русская. Вот и все. Вот моя теория, понимаете? Поэтому, когда мне говорят, там, Димаш, не Димаш. Я говорю, ребят, ищите синтез культур. У человека должна быть смесь. Человек должен быть... Вот даже слово «смешной» уже, понимаете, какой-то корень потаенный. Смешной, то есть смешанной должен быть какой-то. Что-то должно быть смешное, привлекательное. Вот все-таки русский язык, в нем есть такие изюминки. Если покопаться вот в этой этимологии, откуда слова берутся, они имеют вот такой вот смысл. Понимаете? Поэтому можете писать мне всякую фигню. Можете... Понимаете, когда вы... Я каждый день читаю тысячи, там, сотни комментариев, типа, завидуйте молча. Понимаете? Будьте оригинальными. Это я уже все прошел. Все мне пишут. Завидуйте молча. С чего начался конфликт? Двигаемся, двигаемся дальше. Конфликт с Будя Гриши начался с того, что... Покажу сейчас вам очень красивое место. Я ему дал добрый совет, а он мне написал, завидуйте молча. Ну, я почитал это хамство, потому что мне не здрасть, ничего. Вот такие рыбки тут плавают у нас, красивые в пруду. Такие пальмы тут. Поэтому еще раз говорю, завидовать молча. Ну вот. А чему завидовать? Почему? Потому что я всего в жизни добился. Я работал на радио, я встретился со своими кумирами. С Михардадом Бади, который пел по волне моей памяти. Мой любимый певец. И судьба так распорядилась, что попал в Лондон на радио. Мне дали его телефон, потому что Север Новгородцев, его родная сестра была замужем за родным братом Михардада Бади. Я сделал с ним интервью. Понимаете, что такое вот для человека иметь кумир, мира и с ним пить пиво потом, курить там сигареты из одной. Он тогда бросил курить, да там, условно говоря. Чему мне завидовать? Потом Юра Хи приезжает, Кен Хенсли. Я с Кеном Хенсли разговаривал по-английски. Обнимашки, пожалуйста, доступны. То есть, Кен Хенсли написал там Джулай Монин. Там такие величайшие хиты 20 века. Это ли не чудо? Понимаете? Я написал 4 книги, 2 киносценария. Я снялся в сериале 18 июня. Еще будут съемки. Я услышал хорошие рекомендации от профессиональных актеров. Они сказали, ты можешь играть бандитов. Ну, бандитов точно, понимаете? Ну, это уже что-то. Я не профессиональный актер вообще. То есть, все равно, вот меня судьба ведет. Вот что я хотел, да? Все равно я встретился со своими коми. Все равно на радио я работал. Значит, на телевидении мне показали неоднократно. В Липецке про меня сняли сюжет. В Липецкой телевидении. Газеты про меня написали. Про мою книгу. Вот. Чему завидовать? Я живу в Сочи. У меня несколько квартир. Я их сдаю. Сдаю. У меня есть еще доходы. Я богатый, обеспеченный человек. Я не работаю. Я кайфую. Я живу с его удовольствием. Так что, давайте, ребят, не будем. Ладно, давайте не будем. Ну, знаете как вот. Не хочу хвастаться. Давайте все немножко эмоции уберем. И постараемся все-таки понять меня, то, что я говорю. Хорошо? Просто постарайтесь меня понять. Я просто всем желаю добра там. И тому же будет грешник, грешник, да? Вот. И много раз говорил, что никому зла я не желаю. Всех люблю. Уважаю. Пока. Пока. Продолжение следует...